Сначала комментарии по игре, а потом перейдем к вопросу. Тяжелый первый период для нас. Вроде опять команды начали и... Опять где-то просили, я не знаю. Может, немножко начали пассивно играть в своей зоне. Отсюда нас начали забирать в своей зоне. Не могли создать моментов, не могли выйти из зоны. Поговорили в перерыве, Зунтар Хадачик сказал, что надо делать. И, можно сказать, перевернули его во втором периоде. Спасибо, к вопросам. Артур, ты очень много забирает в большинстве. Мы все это видим. Что мешает вам в составах отличаться в тот же регулярном? На твой взгляд? Вроде неплохо за звеном играем. Наша задача такая, наверное, исключить ошибки, сыграть. Сначала строго в обороне. Будет момент, надеюсь, будем реализовывать. А так... Сначала оборона, потом упадение. Пожалуйста. Стенцов, у вас очень много шайб вообще в этом сезоне. С левого круга вбрасывание после передачи от партнера. Это как-то в стиле Александра Речкина. Вы забиваете красоту левого офиса. Вы с ним вместе в Вашингтоне пересекались? Как-то подсматривали у него это движение? Ну, конечно, обращал внимание на это. Уделял время в тренировках. И... Наконец-то довелось поиграть с левого фланга в том году. И в этом, и, наверное, и тренеры это видят, и партнеры замечают. Стараюсь использовать это, стараюсь помогать команде этим. Раз, получается. Ну, вот можете этот бросок каким-то коронным взять? Ну, моя любимая точка, да. Да, еще один вопрос. Вы, в принципе, в своей карьере в КХЛ из сезона в сезон много забиваете именно в плей-офф. Ну, то есть, вы регулярно нормально забиваете, но плей-офф прямо стабильно. В чем секрет, я не знаю, какой-то ментальный Вашей подготовки именно к плей-офф? Можете как-то раскрыть? Ну, да, я обожаю плей-офф. Это, наверное, самое лучшее время в хоккее. Ради чего мы работаем в регулярке. И, опять же, от каждого из нас сейчас многое зависит. И я стараюсь помочь команде, ну, любыми способами. Стараюсь уменьшаем. Другие ребята стараются, там, блокируемыми бросками в меньшинстве. То есть, тут от каждого может зависеть кредитом. А почему не все Ваши партнеры отличаются с такой стабильностью в плей-офф? Ну, например, тот же Вадим Шипачев, который мы нарушаем сейчас. Ну, он марстит передач. Она коронная в этой передаче. То есть, многие видят это, наверное, он сам знает. То есть, ему важнее вывести партнера. И это будет уже огромная часть забитого гола, если надо спать. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Адель. Корреспондент ТАС. Вопрос какой простой будет. После каждого Вашего гола на домашней арене играет песня. Это просто космос ТАС. Как Вы к этой фишке относитесь? Ну, она еще три года начала, по-моему, играть назад. Ну, приятно, здорово. И мне нравится. Надеюсь, и болельщикам нравится. Смеяться, умраться. Пожалуйста. Еще один вопрос. Станислав, у Вас двадцать голов за Барс Ольёв в клубе Кадалина. Вы в Варпарсе на втором месте сейчас за всю историю. Вы находитесь на первом месте Алексей Морозов. У него 29 человек. У Вас двадцать. Ставите ли цель обогнать легендарную игрокаду в Казани? Ну, конечно, было приятно. Дальше время покажет. Я думаю, если мы будем доходить до финала каждый год, то у меня есть шанс обогнать. Поехали!